Некоторые еще борются с недугом, у многих стойкая ремиссия, но никто из юных пациентов отделения онкологии никогда не скажет, что выздоровел. Так говорят в благотворительной организации «Триединство». Накануне общественники собрали маленьких борцов с раком на праздники. Наряду с танцами и песнями там звучали и слова настоящих молитв. Эти слова сегодня звучат в адрес тех, кого в нашем городе не принято показывать по телевизору. Камеры здесь не стесняются, а боятся, что сглазят. Ведь ребята перенесли онкологическое заболевание. Некоторые до сих пор борются с недугом, у кого-то стойкая ремиссия. Про выздоровление в «Триединстве» тоже не говорят, ведь пациентам приходится жить с целым рядом нельзя. Нужно соответствовать всем рекомендациям того лечащего врача, который ведет этого ребенка. То есть никаких бабушкиных методов. Это вот такой большой крест стоит, запрет на все бабушкины народные методы. Как бы они не были хороши, любой метод – это стимуляция. Маленькие борцы с заболеванием собрались в «Триединство» в честь Международного дня детей больных раком. Сегодня артисты радуют их концертом, общественники – чаепитием, а представители Свято-Никольского храма – теплыми словами. Сейчас в банке данных «Триединство» 76 северодвинских семей, которые столкнулись с онкологией. История каждой как рассказ о подвиге. Мы очень долго боролись, мы оказались на улице с двумя детьми. То есть это стоило нам здоровья. Сейчас ему 27 лет. И несмотря на очень неблагоприятные прогнозы, мы живем, мы работаем. Мы женились два года назад. Поэтому будущее есть. Главное, все должно быть вовремя. И должна быть вера в то, что болезнь, ее можно победить. Здравия, мужество и крепости духа. Маленьким пациентам накануне желали и во всех северодвинских храмах. В день святения Господня прозвучали особенные молитвы. «Никто из нас, якобы здоровых людей, не знает, что у нас будет завтра. Мы, пользуясь хорошим здоровьем, очень много времени тратим впустую. Те же люди, которым поставлен страшный диагноз, ко времени относятся совсем по-другому. Они время оценят. Раз так, то относятся к себе, к ближним, несколько иначе. И к Богу они относятся иначе. Им хочется быть с Богом». «Они столкнулись с этим и уже понимают важность всего этого процесса и молитвы, и Бога, и всего». А в следующие выходные благотворители и представители епархии вспомнят тех, кто погиб от страшной болезни. Зажечь свечу в память ушедших можно будет 21 и 22 февраля. Наталья Аскерко, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.